Здравствуйте дорогие друзья! С вами Анна и сегодня я хочу поделиться своими отзывами о новогодних новинках 16 каталога. Заказать эти новинки вы можете уже с 5 ноября. Итак, к сожалению, немного новогодних новинок у нас было в наличии на складе и сейчас их ровно столько же. Нет в наличии наклеек на окна, нет в наличии елочных игрушек вообще никаких. Но кое-что мне удалось все-таки заказать из новогодних новинок. Ну и в первую очередь давайте начнем с вами с символа грядущего года. Это у нас год свиньи будет. И в этом году наши дизайнеры придумали вот такую стильную, модную фэшн-свинку. Вот вы видите ее в каталоге. Артикул 11513. Состав вы можете прочитать в каталоге. Размер 24 на 16 на 17 сантиметров. Вот как она смотрится на фотографии. А вот эта свинка вживую. У меня когда сын увидел ее в каталоге, сразу сказал, мама, мне такую надо. В принципе, мне самую такую надо. Мне она очень понравилась. И каждый год я покупаю мягкие игрушки от Фаберлик. Символ года, так же как и магнитики. Ну давайте посмотрим на данную свинку. У нее вот такое желтое платьице в горошек. Здесь вот у нее такой пушап. Вы видите? Вот, да. Вообще, я так смотрю, это платьишко. Его можно снять, если вот тут вот подмышками у нее отпороть. Можно там постирать, например, да. Если вот у вас дочка, да. Стирать, менять платьишки и так далее. У нее даже вот он хвостик есть под юбочкой. Здорово. Прошито очень хорошо. Никаких торчащих ниток нет. Неприятного запаха нет. Очень милая свинка. Такая мягкая, плюшевая. Мне она очень понравилась. Смешная. Я когда приехала на пункт выдачи, за заказами смотрю. На стеллаже, где заказы, ну, свинка стоит. Кстати, приходит она вот в таком вот полиэтиленовом мешочке. Да, тут вот этикетка. Смотрю, свинка стоит. Мне говорю, ой, у меня в заказе такая же. Мне женщина и говорит, это, говорит, и есть ваша свинья. Говорит, когда она пришла, мы решили поставить ее на стелла, чтобы все смотрели, какая прикольная свинка в каталоге. Потому что, говорит, в каталоге она смотрится намного хуже, чем в реальности. Ну, действительно, вот такая вот смешная, интересная свинюшка. Вот, возьмите на заметку. Лимитированный выпуск, да, и если закончится, то до поставок больше не будет. Также у нас символ Нового года. Есть вот такой магнитик. 99 рублей он стоит. Артикул 11 580. Вот он. Приходит он вот в таком... Так, свинка падает. Приходит он вот в таком пакетике, как обычно. Заклеен вот так. То есть, если кто-то до вас пытался открыть ваш магнитик, да, вы это увидите. Магнит свинка. Так, изготовлено в Китае. Из чего? Материал пластик и магнит. То есть, ну вот он такой стандартный, если вы знаете магнитики наши, да, вот он такой стандартный, вот как резиновый, да. Ну вот, посмотрите на соответствие размеров каталоги и в реальности. И я вот взяла с собой еще магнитики, которые у нас были вот до этого, предыдущие годы. То есть, вы можете видеть, что свинка, она по размеру получается самый крупный магнитик вот из тех, что у меня есть. Больше собачки, обезьянки. Ну вот, примерно как петух, наверное, да, так только повыше. В общем, вот такая тоже свинья модная. Видите, она тут тоже вплотится в горошек, но уже в красном, в очках. В общем, на холодильник в качестве сувенира клиентам, ну или себя порадовать. Действительно, очень такая позитивная свинка. Я вообще поросят очень люблю, поэтому скупаю всех поросят. Дальше у нас еще новинки в серии «Зима». Фигурное мыло, как в прошлом году. Символ года, вот такой поросенок. Потом «Зимняя сказка», «Снежинка». И вот такой кексик – это сладкие традиции. И вот все это мыло розовое. Обратите внимание, будет акция «Любые два» по 49 рублей. Ну вот я заказала, так скажем, на пробу, как вы уже можете догадаться, свинку. Приходит мыло вот в такой упаковке. 55 граммов – это вес данного мыла. У кексика 75 граммов. И у «Зимней сказки» 60 граммов. Вот смотрите, тут написано 55, а в каталоге написано 50. Наверное, опечатка. Не знаешь, кому верить. Смотрите, артикул данного мыла с поросенком 81.13. И вот здесь, как и в прошлом году, у нас пожелание. «Пусть на волшебных санках Дед Мороз привезет вам счастье, здоровье и удачу». Это вот на данном мыле. Мыло вот такое вот розовое. Вы смотрите, ну милый такой поросенок. Сзади у нас написано «Фаберлик». Ну вот детям ручки мыть. Вот оно такое небольшое. Вообще, по-моему, одно удовольствие. Пахнет оно клюквой, пахнет ягодой. Ну такой ненавязчивый запах мыла. Вот такое толстенькое. Ну вот на сувенир, по-моему, идеально. Мне очень нравится. Вот такие милые поросята. Ну, в общем, я в восторге. Я как ребенок бежала за этим заказом. И теперь такая счастливая, я хожу полдня. Вот серьезно. Вот что, да, человеку для счастья надо. Смотрите дальше. Подарочный набор «Зима». Морозная клюква, да. У нас линейка «Зима» вся обновляется. И в этом, в том году был пряный аромат. В этом году запах клюквы. Я заказала вот такой подарочный набор. В упаковке, да, 300 рублей он стоит. Можете взять по купонам. Если у вас есть купоны, тогда он будет стоить 250 рублей, этот набор. С экстрактом клюквы. В набор входит защитный крем для лица, крем-концентрат для рук и бальзам для губ. Вот смотрите. Вот такая коробочка. Небольшая, да, вот. Меньше, чем ладошка получается. Я почему-то думала, что наборчик будет побольше. Сама коробочка. Ну, в принципе, как бы это не критично, да. Действительно подарочный набор. Вот здесь вот камера не передает, наверное. Тут вот такие мелкие-мелкие блесточки есть. Вот так красиво сверкает. И вот у нас тут сзади написано «Мороз и солнце. День чудесный». А, и артикул я не назвала. 0927. Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми, катаемся на лыжах, играем в снежки или просто выходим на улицу, чтобы прогуляться по свежевыпавшему хрустящему снегу. Коллекция «Зима» с экстрактом клюквы. Создана специально для того, чтобы уберечь нежную кожу от сухости, обветривания, раздражения и подарить вам комфорт и радость от зимних прогулок. Клюква – кладезь витаминов и минералов. Она помогает насытить кожу полезными веществами, защитить кожу от шелушения, покраснений и сухости. Клюква способствует улучшению цвета лица, придает коже упругость, мягкость и здоровый вид. Здесь поподробнее уже про крем для лица, крем-концентрат для рук и защитный бальзам для губ. Смотрите, приходит подарочный набор без слюды, просто вот здесь наклеечка. Но если вы ее открываете, то вот здесь, вот видите, такие надрезики, она рвется, то есть никто до вас не откроет. Здесь вот есть вот такая, видите, картонка, там плотненько-плотненько стоят кремы с бальзамом. То есть при перевозке никак там вот это все болтаться не будет. И вот непосредственно сами кремы. Крем-концентрат для рук, 75 миллилитров для лица, поменьше вот такой тюбик, 50 миллилитров. И сам бальзамчик для губ, он вот просто такой красный, без клюквы. Кремы приходят вот следующим образом закрытые, да, вот здесь, то есть вы пленочку снимаете. Что я могу сказать о данных кремах? Они обладают достаточно сильно выраженным запахом. Я думаю, это понравится немногим. Вот сейчас я наношу крем для лица. Он такой достаточно жирненький, плотный, действительно будет защищать кожу от обветривания, шелушения. И здесь написано, ну, в принципе, так и есть, да, серия «Зима» далеко не новая, что идеально подходит как крем под макияж. Так оно и есть. Он впитывается, увлажняет, питает, защищает, но при этом не делает кожу жирной. Вот запах, действительно, такой достаточно сильный, вот как у какого-то геля нашего для душа, или вот, наверное, гель с клюквой какой-то, или парфюма нашего. Но, действительно, запах такой выраженный. Он потом выветривается, но, тем не менее, остается. Вот, я не знаю, на руках это вполне переживаемый момент, да, но вот если на лицо наносить, и если вы чувствительны к запахам, я как бы даже не знаю, ну, конечно, нужно пробовать. Так не откроешь, не узнаешь, да, как говорится. Вот крем-концентрат для рук. Он более жирный и плотный, чем крем для лица. Наносить эти кремы, я напоминаю, да, может быть, кто-то не знает, необходимо где-то за полчаса до выхода на улицу. Деткам можно пользоваться этими кремами, бальзамчиком для губ. Ну, не совсем, конечно, грудным маленьким, да, но вот у меня сыну два с половиной будет зимой, буду уже спокойно его мазать вот этими средствами. Ну, и сам бальзам для губ. Вот бальзам я еще не открывала, сейчас открою вместе с вами. Так, тут защитная наклеечка. Не хочет открываться. Видите, у меня еще руки кремом намазаны. Достаточно жирный крем. Так, открываем, открываем. Так, ну, наклейку, конечно, приклеили не на жизнь, а на смерть. И так, вот здесь тоже фаберлик у нас написано. Бальзамчик зима. Здесь внутри он такой же красный. Такая вот упаковочка. Ну, и стандартный такой вот. Он абсолютно бесцветный. Он, кстати, у бальзама еле-еле уловимый аромат ягодный. Вот его практически нет, этого запаха. Ну, а вот у кремов, да, выраженный такой аромат, но он выветривается. Ну, вот пока не выветрился, да, вот сколько я сижу. В общем, на этом у меня все по новиночкам. Спасибо за ваше внимание. Если вам мой отзыв понравился, ставьте лайки. Если не понравился, то дизлайки. Подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте. Ссылочка в инфобокс. Если вы еще не являетесь консультантом и хотите получать кэшбэк до 26%, совершая покупки в интернет-магазине Фаберлик, заходите в инфобокс. Там есть вся информация. Пишите мне в комментариях, пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. В общем, жду вашей рефлексии, вашей ответной реакции на мое видео. Надеюсь, была вам полезна. Смотрите дальше мои видео. До свидания.